С вами снова Хруненький Непутевых Художников. Сегодня надо рисовать погоду. Погода дождливая. Я такую люблю. Решила нарисовать отражение здания в луже. Нельзя сказать, что я первый раз вышла рисовать на улицу. Это уж точно. И мысль о том, что лужу мою накроют машиной, была Понадеялась, что успею, что улица пустая. Ну вот, спрашивается, кто виноват. Решила я уже не уезжать никуда. Делаю вид, что нет здесь никакой машины. Закончила чтение книги Оксаны Фоминой «Кролики-пионы». Подразумевается, что здесь 14 уроков, которые обучат читателя акварельной иллюстрации, авторской. Мы так и не узнали. Сюжет нам так и не раскрыл. Кто убийца. Материалы, которые, возможно, понадобятся. 13. Они могут также понадобиться, но могут и не понадобиться. Это понятно. Меламиновая губка. Я знаю, что акварелисты пользуются меламиновыми губками, но, в общем-то, никогда не задумывалась, как конкретно, для чего. Открываю, думаю, о, отлично, сейчас как раз узнаем. Где-то на 80-й странице я уже просто почитала в интернете. И вот конец книги, и мы так и не встретили в работе эту губку. Это очень забавно. Здесь был момент такой, прямо вот у меня аж сердце забилось. Похоже, я перетемнила полосатый баклажан. Я думаю, ну, неужели вот сейчас, сейчас она в ход пойдет, эта меламиновая губка. Но воспользовалась процарапыванием бумаги канцелярским ножом. Появилось желание сделать обзор. Наверное, сделаю. В честь Дня Учителя обсудим учебу. Как учитесь? Не в том смысле, что курсы, школа, институт. А в том смысле, что вот вы уже поучились, вас там каким-то базовым вещам научили, или даже не базовым. А дальше что вы делаете? Вы рисуете, и правильно, не ошиблись ли. Нужна ли вам вообще такая критика какая-то, да, или нет? Мне нужна, например. Я очень часто ошибаюсь. То есть, да, я очень много знаю. И когда мне потом уже говорят, что вот здесь вот надо было вот так вот. А, ну да, я это знала. Но только где эти знания были в процессе рисования? Подвести общие такие варианты. Насмотренность музея и выставки. Книги. Компетентные знакомые. Но если ты новичок, у тебя только книги и музеи, они не дают обратной связи. В пабликах, если выкладывать, то там просто все диванные эксперты соберутся. Они очень умные и очень агрессивные. Поэтому я знаю, что мало кто это делает, но я даже не пыталась. Я ранимый человек, очень стеснительный. Это, кстати, мой одноклассник. Для себя нашла такой выход. Первый – это случайно попала на такого художника. Его зовут Дмитрий Ревякин. Я ему отправляю периодически. Там такой принцип. Он проводит стримы. На этот стрим можно прислать работу, донат. 150 или 250 рублей. И он проанализирует картину. Но он и преподаватель, и художник хороший. Академических правил придерживается. И вот в этом контексте он проанализирует вам любую работу. То есть, в принципе, его вообще ничем не напугать. Ни абстракциями, ни диджитал. Многие там начинают ругаться. Он все проанализирует. Все критики неадекватные не будет. Это точно. Вот таким я используюсь способом. Для постелистов еще полезно отслеживать, когда аналогичный сбор собирает Сергей Усик. То есть, он это делает. Он в сторисах в Инстаграме говорит, что я собираюсь опять устроить стрим. Присылайте работу на почту. И надо быстренько успеть прислать, чтобы он проанализировал. Вот и все. Собственно, вот такие у меня два варианта. Можно, конечно, попробовать преподавателю написать еще моему, у которого я училась. В Институте бизнеса и дизайна. На этой группе выходного дня. Но я боюсь, что он ругать меня будет особо сильно. Боюсь я. Это у меня как козырь. Не трогаю. Завтра, кстати, про козырь сказала и вспомнила. Завтра в кулинарном октябре будет день, называемый, последний. Надо еще пойти туда, к ним в чат, и узнать, что имеется в виду. Вот само вот это действие. Надо ли рисовать именно природу или здание. Может ли быть последний, допустим, кусочек торта или последний козырь до последнего патрона. Все. Всем пока. Это сегодня то, что рисовала. А это кольцо всевластия.